Привет всем! Спасибо, что присоединились к нам. Здесь мы сидим на диване и находимся на канале Реакции Риверс. Мы здесь снова и вернулись после глобальной пандемии. Мы надеемся, что вы вместе с нами. Вы счастливы? У вас все хорошо? И вы в безопасности? Сегодня своего рода прыжок с того времени, как мы виделись. Если вы готовы, подписывайтесь! Мы сегодня перенесемся в интернет-пространстве, и будем мы... Мы делали реакции на песни этого человека, и, конечно же, я точно помню его имя. Димаш, и песня Less Endless Dimensions. Across Endless Dimensions. Это по звучанию так близко, он такой талантливый. Итак, давайте начнем смотреть. Я его фанат. Я не видел, что будет Димаш Димаша в видеоклипах. Я так взволнован. Димаш 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 Дим Что за фильм? Он как Борд с туплением Будь осторожен Я не люблю это, страшно, это должно быть фильм, я хочу посмотреть это Я хочу увидеть это А А Я люблю это А 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я буквально увидела путь истории от начала и до конца. Я почувствовала себя так, как будто я просмотрела полную историю. И ничего больше не надо. Это какое-то безмолвие, но в итоге заканчивающееся удачно. Это часть песни какой-то истории. Абсолютно превосходно. Я увидела, как будто какая-то космическая империя в космосе. И вдруг какой-то инопланетный голос. Димаш сразил меня. Моё всё было сражено. Это было фантастически невероятно. Что касается моего взгляда, я быстро скажу свою точку зрения. У меня разум в затуманенном состоянии. Это выглядело так, как будто меня волной звука ударило. Моё тело размякло. Ты сказала только что про космос. И это на самом деле, как будто Бог среди звёзд. Я представляю себе Олимпийскую гору и Зевса. Бог в небесах. Шутит с небес с каждым. Как будто я среди всего этого. Феникс с огнём везде. Феникс. Астероиды. Как будто летаешь среди звёзд. Моё видение такое, как будто я на самолёте с Димашем. Каждый раз я знаю, будет что-то восхитительное. Но как он сможет сюрприз мне преподать, я не знаю. Я практически знаю его уровень. Но для меня элементарно может поджидать какой-нибудь сюрприз. Мы смотрели столько выступлений Димаша, и каждый раз он меня шокировал. Это было грандиозно. Почему? Я не ожидаю, что меня ждёт. По идее, я должна была быть готова. Вот-вот, вот-вот сейчас что-то произойдёт. Знаешь почему? Потому что это важно. Мы должны были быть готовы. Наши мысли должны были быть готовы. Сейчас это будет. Сейчас это будет, но мы не знаем, что это произойдёт именно сейчас. А потом, блин, мы же должны были быть готовы. Он просто мастер вокала. Он не только мастер, он талантлив. Я люблю смотреть Димаша. Вот здесь, например, он среди звёзд. На сцене он, конечно, выкладывается. Ну, или в кино. Я никогда не видела видеоклипов с Димашем. Я люблю реально драму. Это как будто в другом мире. Это как вымысел. Я чувствую себя, как будто я перенеслась в космос. Когда я слышу его, я как будто сама в космосе. Везде огонь. Как будто я там. Ты права, дорогуша. Это целая история. Димаш слышится неземным. Это огромный комплимент. Потому что многие артисты не такие и даже наоборот. У них вроде и записи идут, и жизнь их вся посвящена этому. Голос Димаша. Неземной. Не такой, как в реальной жизни. Возможности его голоса огромные. Это даже не целая студия звукозаписи. Это так грандиозно. Такую силу голоса я в своей жизни еще не слышал. Очевидно, что мы шокированы. И мы это видим при записи этого произведения. Он феноменален. Он неумолимо великий. На 100%. Все, дорогие. Я вас познакомила с совершенно свежим выпуском реакции канадской группы Revers. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. Ставьте свои лайки. И напишите, какую и чью еще реакцию на музыкальные композиции Димаша вы хотели бы услышать. Всем большой привет из Сан-Франциско. Пока.